В Гродненской областной научной библиотеке имени Ефима Карского состоялась презентация книги гродненского писателя Руслана Козловского. Она посвящена гродненскому спортсмену-паралимпийцу Александру Трипутю, человеку с удивительной судьбой. С инвалидностью по зрению он в 2000 году стал серебряным призёром Паралимпиады, а через 4 года смог взять чемпионский титул. После несчастного случая Александр, к сожалению, стал инвалидом-колясочником, но не прекратил занятия спортом. Я, коли писал в эту книгу, я полечил, что таких людей, ну, вельми мало у свете, бо человек с обнижованными махчымастями показал, что махчымастей человека не обнижевали. Треба иметь силу воли, некий внутренний огонь. Дякуючи ему с цех нашей краины шмат разов поднимался на предыставами гонору разных сусветных спортовых арен. И этот человек живет в городе Гродно. Поскольку спортсмен большую часть времени находится в Минске, где для него организован хороший тренировочный процесс, а также из-за небольшого количества информации о нём, написание книги заняло около двух с половиной лет. Руслан Козловский занимался этим в свободное время и собирал всё по крупицам. Это интервью с мамой, спортсмена, его тренерами и близкими людьми. Книга получилась красочная, зарисовками из жизни, описаниями мест и множеством фотографий. Гэта книга различена у першую чергу, и она будет цикава, конечно, спортсменам, особенно спортсменам-полимпийцам, тренерам и усим, кто любит спорт. Але я постарался так написать, каб гэта была цикава широкой публице, бо у его життя были терни. По здоровью, по множеству неких выпадков, когда человек просто переодолива у себя, бо когда инвалид-колясочники по зроку, гэта кожный день подвиг. А тут ещё спорт, и ещё в этом спорте выигрывать, исти про стерний дозорок и стать зоркой. А вот таки, как Саша Трэпуць, гэта приклад, як не бояться тяжкости, бо многие тяжкости для нас даются великими, а в реальности не вельми малые. Саша Трэпуць